Йеллоустоун. Я уверена, что каждый из вас хоть раз в жизни слышал это название. И не совру, что именно Йеллоустоунский парк долгие годы был в топе моего списка интереснейших мест для посещений. Непостижимые человеческому уму тайны природы, необычные животные, захватывающий дух виды и самый известный подземный супервулкан в Америке. Все это здесь и сейчас. Ну что, ребята, всем привет. Это новый выпуск на ютубе. Сегодня мы находимся в Йеллоустоуне, и позади меня самый большой гейзер этого парка. Аааа, начинает меня мочить. И честно сказать, это такой кайф просто стоять, промокать от капель древнейшего гейзера и понимать, где ты находишься. Йеллоустоун был моей давней мечтой, и я очень счастлива, что сегодня имею возможность увидеть его своими глазами, а также познакомить его с вами. Ребята, давайте посмотрим вообще, что из себя представляет Йеллоустоун. И я хотела просто вам показать, чтобы вы примерно понимали, почему Йеллоустоун вообще в принципе имеет так много гейзеров и термальных источников. Потому что он находится в районе вулкана, который называется супервулкан Йеллоустоун. Просто посмотрите, какой он огромный. То есть, из 9 тысяч квадратных километров, это просто невероятное расстояние. Йеллоустоун находится в списке 20 самых известных супервулканов на планете, извержение которых может привести к изменению климата на всей Земле. Нужно сказать, что обычный вулкан отличается от супервулкана тем, что извержение обыкновенного происходит в одной конкретной точке. А вот супервулканы, покрывая большие площади, не извергаются, а буквально взрываются на гигантские территории. Самое интересное, что этот супервулкан извергался около двух миллионов лет назад, первый раз, и пеплом просто накрыл всю Северную Америку. Это была огромная катастрофа для всей Земли, и он извергался около трех раз, и после третьего раза он ушел под землю. И, соответственно, сейчас мы ходим по нормальной земле, но под нами находится вулкан, который неизвестно, когда извергнется, что самое интересное. За последние 10 лет специалисты отмечали постоянный рост температуры почвы и активный подъем лавы. По мнению вулканологов, при возможном взрыве пепла будет настолько много, что он покроет трехметровым слоем поверхность Земли на расстоянии 1600 километров. На сегодня лава приблизилась к поверхности земной коры так близко, что почва Елоустомна поднялась уже на целых полтора метра. Ученые пытаются предсказать, когда произойдет следующее извержение, но это сделать очень сложно. Там какие-то невероятные расчеты, и они говорят, что это может произойти либо сегодня, либо через сотни тысяч лет. Ну, то есть вот такая вероятность, и поэтому очень сложно что-либо сказать. В некоторых зонах Елоустомна можно почувствовать тепло магмы даже без помощи каких-либо приборов. Это в очередной раз доказывает, что извержение вулкана действительно может начаться в любой момент. Хотела просто рассказать, из чего состоит этот вулкан. Вот здесь сейчас появится картинка, чтобы вам было нагляднее видно, и я буду рассказывать. Сначала, грубо говоря, идет слой земли, по которой мы ходим, и видим гейзеры, мы видим какие-то термальные источники. Под землей находится толстый пузырь магмы, который нагревается до 800 градусов по Цельсию. После этого пузыря магмы находится 600-километровый перегретый столб мантийной породы, которая как раз-таки нагревает эту магму, при том, что она по температуре составляет 1600 градусов по Цельсию. Не так давно Елоустонский заповедник начали стремительно покидать бизоны, а эти животные, как известно, обладают способностью предчувствовать грядущие катастрофы, что является очередным доказательством надвигающегося масштабного катаклизма. Недавние исследования показали, что скопление гелия и количество мини-землетрясений в районе Елоустона увеличилось в тысячу раз. Я просто только сейчас осознаю, насколько огромная кальдера этого вулкана, которая занимает, наверное, 50% всего парка, и этот вулкан может рвануть в любую секунду, и это немножко, немножко придает такого мандража. При въезде в парк нужно знать и соблюдать несколько простых правил безопасности. В парке Елоустон много диких животных, некоторые из которых могут ходить прямо по дорогам. Их нельзя тревожить и провоцировать. Необходимо помнить, что они здесь хозяева, а вы всего лишь гости. Вблизи гейзеров проложены специальные деревянные мостики. Ходить можно только по ним. Поскольку земля вокруг не только очень горячая, есть вероятность получить ожог даже через обувь, но также она очень неустойчивая и может провалиться под вашими ногами. Ситуация такая, в Елоустоне абсолютно отсутствует связь, поэтому если вы сюда едете, обязательно скачайте себе оффлайн-карты, но не забывайте тот факт, что оффлайн-карты и все приложения работают с интернетом в самом начале. То есть вам нужно при заезде, там где вы поймали связь, загрузить эти онлайн-карты и потом уже по ним ехать. Мы и так не сделали, поэтому, слава Богу, нам на въезде дали вот такую карту, где можно по старинке разобраться, куда ехать, где что находится и так далее. Елоустонский национальный парк имеет 1800 археологических памятников, 290 водопадов и около 500 активных гейзеров, множество горячих источников, грязевых горшков и фумарол. Какой план у нас, да, сегодня? Мы сначала поедем на мамонтовые термальные источники. После этого двинемся вниз и попробуем посмотреть на гейзеры имени Норриса. После этого пойдем вниз по кольцу и остановимся возле самого главного гейзера, который, о котором знает весь мир. Он называется Old Faithful и посмотрим на большой призматический термальный источник, который светится разными цветами и просто великолепен. После этого мы проедем по Южному кольцу мимо озера и посмотрим в долине на бизонов, если нам, конечно же, удастся на них посмотреть и попасть, потому что бизоны, как вы знаете, не ходят по расписанию. И после этого мы поднимемся на каньон и посмотрим на водопады. Вот эти дороги закрыты, поэтому мы сюда, к сожалению, не попадем, да, здесь уже находятся выезды. Ну, собственно, вот это самое главное кольцо, которое необходимо посмотреть, наверное, каждому путешественнику. Первые описания долины взрывающихся гейзеров и горячих источников были сделаны Джоном Колтером в 1807 году. Его сообщения сначала не вызвали доверие и казались неправдоподобными, но очень заинтересовали исследователи и натуралистов. Теперь же сюда ежегодно устремляются миллионы туристов со всего мира. Ребята, сейчас мы направляемся в одной из крутейших мест парка Yellowstone, мамонтовые горячие источники. У них два уровня террас, верхние и нижние. По верхним можно кататься на машине от одного гейзера к другому, а по нижним террасам только ходить пешком. Конечно, все это можно совмещать для более детального знакомства с геотермальными источниками и их минеральными отложениями. Как вы уже знаете, что весь парк Yellowstone, он стоит на супервулкане Yellowstone, который как раз таки и подогревает все вот эти достопримечательности, гейзеры и горячие источники. Так вот, как это работает? Почему оно приобретает такой характерный классный цвет? Когда дождевая вода падает на вот эту поверхность, она проникает вниз и подогревается магмой. Таким образом, она испаряется, взаимодействует с горячими газами и вот эти вот, вот эти соединения взаимодействуют дальше со звездняком и получается вот такой белый характерный цвет. Как результат, минералы горных пород, окружающих супервулкан Yellowstone, постепенно плавятся и на поверхности образуют гейзеры и грязевые котлы. А также здесь выходит сероводород, являющийся побочным продуктом химических реакций. Вообще, я хотел сказать, что здесь запах сероводорода, запах детства и детских санаториев. Это очень круто! В парке Yellowstone сосредоточено примерно половина известных на планете Земля гейзеров. Большинство из них расположено в непосредственной близости от дорог, проходящих по территории парка, что облегчает их доступность и увеличивает посещаемость. Сейчас мы находимся в таком неком бассейне гейзеров, который называется Норрис. Он является самым старым, но при этом самым переменчивым. Здесь всегда меняется кислотность, меняется температура, но здесь очень много гейзеров, которые постоянно извергаются. В Норрисе самые горячие термальные поля. Это настоящая страна воды и дыма. Мертвые деревья, окутанные клубами пара, хлопающие цветные лужи, шипящие холмы и бездонные парящие колодцы. Здесь можно встретить как маленькие брызгающие гейзеры, так и огромные, с ревом и свистом выбрасывающие из-под земли струи пара и газа. Знаете, что интересно, что под нами на уровне 300 метров температура 237 градусов по Цельсию. Именно под нами сейчас, в данный момент. Сложно поверить. Бассейн Норрис включает в себя две основные области, которые открыты для посетителей. Фарфоровый бассейн представляет собой мрачную и лунную обстановку, пропитанную острым ароматом пузырящихся гейзеров. И задний бассейн – это лесистая местность с геотермальными источниками, разбросанными по тропе до полутора миль. Также эта долина гейзеров называется фарфоровой, потому что она имеет такой характерный фарфоровый цвет. Не белесый, как остальные горы, а именно фарфоровый. Все это благодаря особому минералу гейзериту, который находится на всех поверхностях этих пород. Все рейнджеры и смотрители парка убедительно просят людей оставаться на дорожках, на вот этих деревянных мостиках, потому что если вы вдруг сойдете с этой дорожки, то можно не просто обвариться и получить ожог, можно даже умереть, потому что температура здесь очень-очень горячая, очень-очень высокая. Так, в 2016 году произошел инцидент, когда 23-летний Коллин Скотт подошел к водоему на близкое расстояние, но подскользнулся и упал в горячую воду. Об этом тут же сообщили спасателям, однако из-за наступления темноты те не успели достать тело. А наутро все свидетельства трагедии исчезли. Как установили эксперты, тело растворилось в кипящей кислотной воде. Найти удалось лишь остатки обуви погибшего. Ну, конечно, если мне завязать глаза и перевести сюда, я сразу пойму, что мы в долине гейзеров, потому что характерный запашок такой сероводорода, но так пахнет тухленькими яичками в принципе. Самым фотографируемым, самым известным на весь мир и самым большим горячим источником парка Йеллоустоун является большой призматический источник. И тут ты не понимаешь, как такое вообще существует. Он настолько красив, что не броситься к фотоаппарату, чтобы запечатлеть его просто невозможно. Но сделать красивую фотографию не так уж и просто. Для того, чтобы получить идеальный кадр, нужно фотографировать сверху, а прогулка в непосредственной близости самого источника не позволяет это сделать. Такой пар идет от самого призматика, чувствуешь себя немножко как в баньке. Кстати, вот интересно, вы видите, да, оранжевые цвета, желтые, зеленые, они имеют такой окрас благодаря микроорганизмам, которые внутри находятся, внутри воды. И в зависимости от концентрации, как раз таки меняется цвет. Это очень здорово и выглядит на самом деле такие живые краски классно. Рядом с большим призматическим источником находится гейзер Эксельсиор, похожий на огромную кастрюлю с водой, которая вот-вот закипит. Его невероятная голубизна заставляет тебя зачарованно стоять и убеждать свой мозг, что все вокруг существует на самом деле. Конечно, такие моменты не забываются. Лучшими месяцами для посещения Йеллоустоуна считается время с мая по октябрь. Однако и здесь есть свои нюансы. Это самые загруженные месяцы, и чтобы пробраться к главным достопримечательностям парка, вам нужно будет отстоять несколько очередей, а также возле каждого объекта долго и мучительно искать место для парковки. Ну, конечно, пробки дичайшие просто, чтобы заехать на самые главные достопримечательности. Как видите, машин просто куча. И найти парковочные места, вот кстати, достаточно сложно. Но когда ты попадаешь к гейзерам и горячим источникам, то понимаешь, что пробки и очереди – это ничто в сравнении с такими чудесами природы. Друзья, ну, я сейчас очень счастлива, потому что мы находимся возле самого знаменитого гейзера, который находится в парке Йеллоустоун. Называется Old Faithful. Русский его переводят как «старый служак», но я бы еще поспорила, конечно, с этим переводом. Так он называется, потому что он один из немногих, которые работают на постоянной основе. И за день он может извергаться около 20 раз. При этом столб воды достигает 50 метров. На территории вокруг гейзера Old Faithful находятся несколько шалей по образцу ольпийских гостиниц, визитер-центр, множество информационных стендов о вулканической активности и геотермальных источниках. От визитер-центра к гейзеру проложена ровная деревянная дорожка, ведущая к амфитеатру, образованному вокруг знаменитого гейзера. Важно знать, что этот гейзер извергается каждые 60-110 минут, точно спрогнозируется невозможно. Это могут сделать только специально обученные люди в туристическом центре, которые вам скажут примерное время, когда он будет извергаться с погрешностью 5-10 минут. Но мы дожидались, мы постояли больше часа здесь, чтобы увидеть это классное зрелище. Гейзер выбрасывает заодно свое извержение, которое продолжается несколько минут от 14 до 32 тысяч литров горячей воды. За все время существования национального парка с 1872 года он извергался уже более миллиона раз. Самое веселое начинается тогда, когда гейзер изверг все эти пары и всю эту воду. Люди начинают как муравьи бежать к своим машинам и выезжать. Но людей так много, что, наверное, мы еще простоим в пробке на выезд. Сотни туристов со всего мира приезжают в парк Йеллоустон для того, чтобы полюбоваться многообразием диких животных, обитающих в естественной среде. В парке находится самая большая популяция бизонов, которая совершенно свободна в своем передвижении, в том числе вальяжно пересекая дорогу. Это вызывает дикий ажиотаж среди фотографов и создает пробки на дорогах, проходящих через парк. Главное не забывать, что это не зоопарк, а живой природный заповедник. И бизоны здесь находятся в естественной среде. Это, кстати, самая большая естественная среда бизонов на всей планете, именно Йеллоустон парк. И здесь предупреждают все рейнджеры о том, какое расстояние у тебя должно быть до бизона. Это примерно два больших экаруса автобуса. Если вы видите медведя или волка, то между вами должно быть примерно восемь автобусов. То есть, если вы стоите рядом с каким-то животным, вот, кстати, между нами примерно один автобус, и я уже нарушаю его личное пространство. Здесь предупреждают, что если животное смотрит на тебя и начинает шевелиться, то это значит, что ты стоишь слишком близко. Но наш бизон очень спокойненький сегодня, поэтому нам повезло поснимать его достаточно близко. Бизоны парка Йеллоустон уникальны тем, что они жили на этой территории с доисторических времен. Их популяция сохранилась в чистом виде без смешения с другим скотом. Бизоны, пожалуй, самые знаменитые обитатели парка. Встретить их довольно легко. Ближе к закату посматривайте на поля, пока будете ехать за рулем. Хотя не исключено, что эти животные могут оказаться прямо перед вашим автомобилем, так что будьте внимательны на дорогах. Как нам повезло! Просто никого нет на дороге, только мы в машине. Бизон! Вот это да! Только мы и бизончик! Кроме того, в парке живут волки, прииндуцированные на эту территорию в 1995 году для контроля численности бизонов. А также много черных медведей, лосей, оленей и других более мелких животных. Есть меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, когда вы находитесь в парке Йеллоустон. Особенно, если вы остаетесь на ночь и у вас есть какая-то еда, никогда не храните ее в палатках, потому что медведи чуют запах еды и открывают палатки, забираются к вам в палатку и, соответственно, происходят плохие случаи. Очень много летальных исходов, о которых предупреждают при въезде в парк, но парк это тоже предусмотрел и рядом с палатками обязательно ставят железные боксы, похожие на вот эти мусорки, в которые можно положить еду. Они с секретом и медведь не сможет их открыть и достать вашу еду. Также здесь, видите, то же самое сделано с мусорками. Секрет в том, что вы засовываете руку сюда, нажимаете на клапан, на рычажок и открываете ее. То есть, естественно, мишка это сделать не сможет, а человек сможет. Если же вы живете, например, в отеле, но у вас в машине осталась тоже еда, обязательно забирайте ее с собой, потому что потом вы найдете некоторые царапины на своем автомобиле и попытки вскрытия медведем. Еще, кстати, хотела сказать, что не только еда является вот тем приманивающим запахом. Также там огромный список, там и зубная паста, и парфюм, и детское кресло. Ну, то есть, очень-очень большой список, вы обязательно прогуглите, если будете здесь. Многие туристы забывают и игнорируют простые правила, поэтому ежегодно происходят несчастные случаи с посетителями парка, которые бесстрашно отправляются делать селфи с бизоном или медведем. Ага, вы чуть не забыли, и я тоже. Наша традиция – это дарить подарки одному из подписчиков, тот, кто напишет комментарий под этим видео и подпишется на мой канал, получит вот такую елочную игрушку в форме бизона. Она сделана из очень интересного материала, о котором вы узнаете, когда она к вам придет. И вот сзади как раз у нас такой бизончик ходит, поэтому это очень символично. Так что пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, и я выберу победителя. Порой мне кажется, что в Йеллоустоне есть абсолютно все, что может только прийти в голову человеку. Этот парк изобилует еще и водопадами, которыми можно периодически любоваться на вашем пути, останавливаясь по соответствующим указателям. Как вы знаете, в штате Аризона есть Гранд Каньон, о котором, конечно же, все знают и который очень знаменит, но в Йеллоустоне тоже есть Гранд Каньон, свой собственный, у которого есть целых три водопада, и на один из них мы сейчас посмотрим. Но самый красивый водопад в парке, по моему мнению, это верхний водопад Гранд Каньона. Тут, конечно, с каждой из точек открывается по-своему красивый вид, достойный того, чтобы остаться в вашей памяти навсегда. Я просто хотела поделиться впечатлениями, потому что все-таки Йеллоустон это такое место, в котором должен побывать, как мне кажется, каждый, потому что здесь есть три главных аспекта, которые, наверное, отличают его от всех национальных парков. Первое, это гейзеры, термальные источники, вулканические грязевые породы. Их здесь больше 500, если я не ошибаюсь. То есть во всем мире существует около 1000 горячих источников и гейзеров, а именно в Йеллоустоне находится ровно половина. Это очень круто. Второе, это природа. Как вы уже увидели по видео, природа здесь меняется, здесь абсолютно какие-то разные ландшафты, горы, озера, водопады. Мой оператор сейчас упадет. И третье, это, конечно же, дикие животные, которых здесь просто огромное количество. Здесь около 62 видов млекопитающих обитает. Здесь водятся медведи-гризли, черные медведи, бизоны, волки, лоси, олени. Очень-очень-очень много разных млекопитающих и разных животных, птиц и так далее. И по мне это такая квинтэссенция, которая как раз-таки делает этот парк уникальным. Поэтому мне кажется, что день удался. Помимо того, что сейчас маленький эротичный момент, я немножечко сгорела. Как немножечко? Я горю. Вот. Но, слушайте, я могу сказать, что это все того стоило, ничего страшного, никаким образом это не испортило впечатление. Только счастлива, что мы здесь побывали и что я взяла вас с собой. Что здесь можно добавить? Конечно, побывать в таком уникальном месте с удивительной природой, подогреваемой энергией дремлющего супервулкана, стоит всех затраченных усилий. Красивые водопады и живописные каньоны, термальные воды и террасы из минеральных отложений, огромные поля гейзеров и гуляющие на воле медведи и бизоны. Это все невероятно интересно. И мне безумно хочется, чтобы каждый из вас когда-нибудь увидел это своими глазами. Ребята, спасибо вам большое, что вы провели со мной сегодня этот классный день. Я действительно хотела вас поблагодарить за то, что вы даете мне такую мотивацию двигаться дальше, вообще делать какие-то съемки, узнавать новое, находить интересные места, попадать в передряги, встречаться с бизонами на дороге. Это все из-за вас, я делаю это для вас. Надеюсь, что вам очень понравился этот выпуск. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, буду этому очень рада. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok